Раз в четыре года собираются молодые музыканты всего мира на этот конкурс. Председатель его оргкомитета Тихон Николаевич Хринников сказал, что ни один конкурс мира не знает такого размаха, такого количества претендентов на лауреатские звания. Молодых пианистов, которые первыми вступают в состязание, приветствовал также в Большом зале консерватории Андрей Яковлевич Ишпай, председатель жюри пианистов, в состав которого входят видные музыканты из разных стран. Волею жребия открывать конкурс выпало представителю Чехословакии Томашу Вишику. Ему достался билет номер один. Конечно, он не возражал бы оставить за собой этот номер и при распределении призовых мест, но у него более 70 соперников. Кстати, самая большая делегация приехала из Соединенных Штатов Америки, только пианистов в ней больше 20 человек. Перед вами четверо из семи молодых советских пианистов, которые будут принимать участие в этом конкурсе. Ну, делегация по сравнению с американской, может быть, не очень многочисленная, но зато весьма представительная. Я знаю, что здесь даже есть лауреаты международных конкурсов. Вот Миша Плетнев, по-моему, лауреат конкурсов в Париже. Для молодого музыканта что значит конкурс? Что он дает? Самое главное. По-моему, конкурсы приносят для молодых музыкантов огромную пользу. Во-первых, это, на мой взгляд, как бы возможность проверить свои силы именно в сравнении с тем лучшим, что есть, значит, в музыкальном мире, вот, я имею, разумею, у молодых исполнителей. А к тому же конкурс, он, несомненно, дает всякий конкурс, какую-то путевку в жизни, какую-то уже уверенность в своих собственных силах. Ну, я думаю, что для каждого участника единственная задача выступить, дать максимум своих творческих возможностей. Хочется наиболее выявить смысл каждого произведения. Я желаю вам ярких и интересных конкурсных дней. По традиции участники и гости конкурса отдают дань уважения и любви великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому. Сотни цветов ложатся к его памятнику у здания консерватории. Итак, около 300 молодых пианистов, скрипачей, виолончелистов, певцов, представляющих все континенты Земли, начинают оспаривать право называться лауреатом международного конкурса имени Чайковского. Его торжественное открытие идет в эти минуты в Кремлевском дворце съездов, которое вы сможете увидеть сразу же по окончании программы «Время». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!